Всем привет дорогие друзья! Сегодня я готовлю Александрийское тесто для куличей. Куличи по этому рецепту получатся очень воздушные, легкие, прям просто воздух внутри, при этом очень ароматные и вкусные, в меру сладкие, такие в общем как нужно именно для пасхального кулича. Для этого кулича нам понадобится топленое молоко, его можно купить, но я буду готовить сама. Чтобы получить более насыщенный вкус, первые полтора часа я молоко проварила в кастрюле, смазав маслом боковую стенку кастрюльки, чтобы не убегало мое молоко через верх. Затем это молоко перелила в термос и так оставила его на ночь. Так получится очень насыщенный кремовый оттенок и топленый вкус и запах молока. Посмотрите какой цвет красивый получился карамельный. Там может образовываться такая пленочка на молоке, не убирайте ее, она тоже как бы придает такой именно карамельный вкус. Понятно, что в выпечку и не используете уже. В молоко добавляю сахар, смотрите, чтобы молоко у вас уже не было горячим, оно должно быть максимум 35-40 градусов, потому что сейчас мы добавляем уже сюда дрожжи, иначе наши дрожжи погибнут. Перемешиваем хорошенечко, чтобы соединились дрожжи с молоком и теперь будем вводить яйца. Добавляем сюда 3 яйца, еще раз хорошенечко взболтали, и добавляем уже сюда масло. Масло, порезанное кубиками, масло из холодильника, здесь не имеет значения, чтобы масло у нас соединилось. Масло только помешает нашим дрожжам выпереть через верх нашей формы, потому что здесь мы не используем ни муку, ничего, и чтобы довольно легкая масса не бурлила у нас через верх, сверху плавающее масло предотвращает этот процесс. Смотрите, прям живые дрожжи, прям булькает, воздух с них выходит, прям красота. Ставлю перемешиваться в комбайне. У меня прошло, дрожжи у меня гуляли где-то часов 7-8, этого вполне достаточно, по моему мнению. Добавляю сюда столовую ложку рома. Можно заменить коньяком, можно заменить каким-то ароматизатором или ликером, если вы хотите. Добавляю ванильный сахар и щепотку соли сюда нужно добавить. И частями буду вводить муку. Замешиваем очень такое пластичное тесто. Оно будет липнуть к рукам, поэтому лучше всего работать именно либо лопаткой, либо в комбайне. Также на этом этапе можно добавить и изюм. И желательно бы добавить изюм, но я его просто еще не успела запарить, поэтому добавлю его уже на последнем этапе. Это значение не имеет. Посмотрите, какое тесто получилось. Оно не то чтобы плывет, но очень вязкое. Допустим, руками вы с него ничего не слепите. Если вам нужно какой-то рулет, либо что-то такое, нужно добавить больше муки. Своё тесто я поставила подходить на полтора часа в теплое место после вымеса. И посмотрите, какое оно стало. Мне пришлось его накрыть сверху крышкой для того, чтобы оно у меня не убегало из формы. Оно прям один сплошной воздух внутри. Прям ну очень воздушное. Обминаю слегка тесто, уже сильно его не мучаю. Добавляю на ручки себе растительного масла, чтобы оно прям не сильно прилипало к рукам. И высыпаю замоченный в кипятке изюм. Изюм я слила водичку с него и теперь уже добавила его к тесту. Просто хорошенечко перемешаю и накладываю формы. Вначале пробовала накладывать руками, а потом плюнула и просто наложила ложкой. Накладываю где-то треть формы, может чуточку больше, но лучше треть формы, потому что потом начнут выпирать через верх, там где лишнее. Тесто уже сейчас нельзя тревожить. Ставим его в теплое место и смотрим, как только оно подошло, это может быть минут 30-40, там час. Смотрите по вашему тесту. И отправляем его в духовку до готовности. Готовность проверяем шпажкой. Это может быть как и 40 минут, так и час. Зависит от вашей духовки. Температура в духовке около 180 градусов, 170-180. Затем покрываем наши куличи любой глазурью. Я покрывала глазурью без белка. Это глазурь на желатине, которая не крошится. Очень красивая и вкусная. Я ее рецепт показывала в предыдущем видео. Ссылочку на нее оставлю. Вот такие вот очаровательные куличики у меня получились. На самом большом куличике у меня кружево самодельное. Ссылочку на то, как приготовить такое кружево я тоже оставлю. Давайте же разрежем на их куличик и посмотрим, какой он получился у нас внутри. Посмотрите, режется он прям нежный, мягкий в руках. Это он у меня уже, наверное, часов через 8 после того, как приготовился. Вот такой вот он сплошной воздух внутри. Очень-очень воздушный и нежный получился. Учитывая, что изюм я положила больше, чем в классическом рецепте в 2 раза. Потому что иначе, мне кажется, что его так маловато. Вот такие вот обалденные куличи у меня получились. Обязательно попробуйте по этому рецепту. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok